карантин кончился смотрите сколько здесь на парковке машин все занято великолепный опять у нас берег океана прибой сегодня большая вода и вода бирюзовая чистейшая я пришла и свесила ноги вот с такой высоты и вы знаете хочется искупаться конечно но что-то купающихся здесь я не вижу сегодня у нас плюс 19 градусов но вы знаете я несмотря на то что я одела тоненькие бриджики шорты не рискнула надеть ну вот удивляет меня вы знаете еще одна история спрашивают у меня про англичан вот я пытаюсь все мы это и рассказывать так вот англичане как ни странно у них никогда не было морозов как вы знаете вроде бы как они не должны бы быть привычная к холоду но тем не менее они меня частенько порой удивляют удивляют тем прежде всего что они вы знаете как ни странно но очень закаленные вот бывают такие люди которые ходят вообще футболках с коротким рукавом здесь практически всю зиму и в декабре и в январе когда температура 10-15 градусов особенно молодежь они ходят в кроссовках на босу ногу они даже некоторые ходят в босоножках умудряются и вот в этих вот с коротким рукавом футболочках которые просто знаете диву даешься как им не холодно вот не знаю почему они такие закаленные может быть это все таки вот потому что живут всегда вот с таким вот бризом здесь ну вот не знаю тем не менее я уже отмечала не один раз этот факт что нация очень закаленная они спокойно могут купаться в декабре тоже покажу вам это видео кто желает посмотрите справа верхнем углу но таких людей конечно немного которые купаются а вот тех которые ходят раздетые это можете встретить очень хочу показать вам тем кто еще не видел как здесь изогнуты и поломаны деревья и почему эта поляна называется ведьминой ну вот именно поэтому понимаете друзья понять это трудно объяснить например невозможно сейчас поближе вам покажу показываю поближе посмотрите как странно сломано дерево расщеплено оно там наверху почему-то а что с ним случилось почему она так расщеплено наверху высоко вы знаете это на уровне трех метров где-то ну ладно вы скажете что она подумает что тут мало ли может быть как тут ну вроде молния не ударила там сухая поломка такая ну может буря скажете да смотрим дальше как тогда вот это дерево изогнутая объяснить вот это одно и там внизу посмотрите за под под травой второе сейчас попробую пробраться еще показать вам его ну вот там она еще одну знаете попыталась я пробраться подойти но подойти невозможно здесь ковер ежевики я иду не по тропинке я ползу сквозь дебри я сейчас попробую обойти с другой стороны эту поляну и показать вам еще ну вот я показываю ближе вам эти резины проделки вот эти деревья и загнутые и поваленные кругом это я пришла на ведьмину поляну получается что ведьма все равно здесь эти деревья валит хоть и людей уже у нас нет это поляна явно не знаю нравится ей или наоборот не нравится но она здесь хозяйничает и продолжает хозяйничать видите сколько новых поваленных деревьев здесь вот таких сломанных деревьев изогнутых деревьев изогнутых деревьев изогнутых вот как это видите видите вон еще сколько там деревьев изогнутых и поваленных это я продолжаю идти по этой ведьминой поляне и вот хочу вам все-таки найти вот такие вот знаете дугой изогнутые. Здесь много конечно просто поваленных, но сейчас найду попробую изогнутые дугой. Эта поляна конечно красивая, она такая знаете зловещая, очень зловещая. Да видите сколько тут странных таких поваленных и наклоненных деревьев и это в общем-то здесь довольно густой лес, тишина, вроде как ветер не должен бы валить эти деревья. Мне кто-то сказал, что надо эту ведьму задобрить чем-то, принести ей какие-то гостинцы. Вы знаете я приносила конфеты и вот даже сейчас тоже принесла конфеты. Ей хочу оставить шоколадные, но не знаю. Я обычно не запоминаю где их оставляю и исчезают они или нет. Вот какие два огромных дерева здесь упали еще. Вот я пришла нашла вам еще вот самое такое живописное. Дугой изогнутое дерево, которое продолжает расти тем не менее, но которое изогнули дугой. Посмотрите и тут же рядом недалеко еще одно пожалуйста посмотрите. изогнутое просто дугой и на него сверху еще одно упало. Такие феномены по-моему все-таки без нечистой силы здесь не обошлось, что не знаю здесь их вот таких деревьев очень много. Вы знаете, на удивление много. Ну вот это еще одно, да, изогнутая дугой. Я предполагаю, что если здесь еще походить по этой поляне, она огромная, можно еще найти такие вот изогнутые деревья. Здесь на этой поляне и раньше-то не очень много было гуляющих, а сейчас так вообще, вы знаете, из-за этого карантина здесь даже заросли все тропинки, которые были. Я едва-едва нашла все заросшее, никто не ходит и тропинки-то были такие просто вытоптанные. Сейчас их вообще нет. Вот еще посмотрите сколько этих поваленных здесь деревьев. Хотя еще раз говорю для тех, кто не видел и не слышал, что в других лесах, сколько я ходила, ничего подобного нет. Вот. Ну вот он, пожалуйста, е-мое, ты посмотрите только. Опять висит какой-то платок. Опять какая-то шаль висит, мама дорогая. Я только подумала, думаю, не дай бог, чтобы мне не попался снова этот платок. Ну сейчас он, посмотрите, он висит просто прям сразу на тропинке опять. Это она мне что ли повесила? Сегодня у нас вообще никого нет. Вы посмотрите только, а? Какой кошмар. Боже, как страшно. Он теперь еще чернее и зловещий этот платок. Надо бежать из этой поляны. Почему она мне развешивает эти платки? Скажу я скорее от этого зловещего места. Вы знаете, кто-то мне сказал, что, что тут у вас... Если у вас тут клещи, если у вас тут змеи, то вот вы знаете, что-то я как-то клещей и змеей не боюсь. А вот это страсть, конечно. При том еще, что это уже не первый год, мне попадается третий раз и практически на одном и том же месте. Вот на этой вот крайней тропинке боковой здесь. Почему такое происходит? Мне кто-то тоже еще сказал, что, да, зачем вы ходите? Зачем такая страсть? Бегите оттуда. Ну, во-первых, уже я стараюсь себя приучить, во-первых. Во-вторых, волков боятся в лес не ходить, во-вторых. А в-третьих, знаете что? Я, Фома неверующая, я хотела вам, да и себе тоже, все-таки этот какой-то странный вот такой вот случай, повторяющийся постоянно. Я хотела все-таки для себя прояснить. Я поэтому и хожу. Думаю, может, это случайность. Можно ли это назвать случайностью, я не знаю. Вот ровно в прошлом году, вот там вот вдалеке, вот я смотрю возле этого дерева, я уже запомнила, гуляю здесь постоянно. Вот там были тоже какие-то странные, блестящие вещи. Но я туда не прошла, потому что, во-первых, испугалась, во-вторых, туда даже не пробраться. Первый-то раз, когда я увидела эту шаль, я сразу развернулась и пошла назад, от греха подальше. Второй раз, когда я увидела какие-то шарики там блестящие, еще что-то такое висело зацепленное. Так далеко, вот я вам показала, не пробраться, кто мог повесить, да и кто с шариками ходит в лес, мне непонятно. Тогда я немножко, я испугалась ужасно. Сначала побежала, бросая тапки, потом решила все-таки вернуться посмотреть. У меня какое-то, знаете, вот нездоровое любопытство. Ну и все равно не смогла подойти. Ну вот, а сейчас, последний раз, я уже практически совсем близко подошла. Не знаю, осмелела. Так я что хочу сказать, если у меня тут спросят, зачем вы здесь ходите. А это, наверное, вот такое у меня, знаете, как вот прыгать с тарзанки с моста. Адреналин. Очень сильный адреналин. А сейчас его не хватает. Вот я таким образом хожу, ищу себе приключения, ищу адреналин. Ну и потом, честно говоря, я для себя не выработала тактику для себя. Что в этом случае мне делать, как на это реагировать. То ли, может быть, она хочет, чтобы я забрала. Может быть, это какой-то подарок. Вот надо спросить. Может быть, кто-то еще видел, или это только я вижу вот эти платки постоянно. Ну вот, не знаю. Вообще, конечно, я думаю, что трогать не стоит. То, что я ей оставила гостинце, это да. Но, может быть, опять она меня предупредила. Потому что я очень долго там ходила, вам снимала деревья эти поваленные. Может быть, это было мне опять предупреждение. Я-то, конечно, сейчас, видите, вышла уже на большую дорогу, так скажем, просека такая здесь большая. И мне не страшно. А когда идешь там, продираешься далеко-далеко через эти кусты, то это как-то, знаете, страшно все равно. А потом еще я там обходила. Вы знаете, у нас после трехдневных дождей здесь очень сыро. Вот вам, может, видно, впереди лужа. И там грязь постоянная. И я обходила, потому что есть такие места, тропинки, что даже не пройдешь. И я решила обойти немножко. Я только свернула шаг с этой тропинки в сторону, вы знаете, обошла. И я тут же заблудилась. Это просто поразительно. Потому что я буквально сделала 10 шагов, чтобы обойти. Я стала возвращаться назад. Я не могу эту тропинку найти. Я еле-еле на нее вышла. Уже как бы ориентируясь, что вот она должна быть вот справа от меня. Вот это мне тоже абсолютно непонятно. Вообще здесь вещи такие странные творятся. Хотя лес красивый. И колокольчики здесь я вам показывала. Очень много в лесу папоротника растет. Сейчас он еще только-только начал, видите, проклевываться. Я помню, раньше даже я его приносила. Его легко отсюда подкопать. И принести, посадить себе в горшок дома. Он очень большую зелень дает. И знаете, даже так свисает красиво. Но потом мне сказали, что не стоит, что это цветок, который не приносит удачи. А это, посмотрите, хвощ такой молодой. Вот он. Это, наверное, у кого проблемы с почками, знает. Вот этот хвощ. Классный такой. Говорят, что папоротник начинает цвести на Ивана Купала, да? Кто-нибудь видел, как цветет папоротник? Говорят, что кто найдет цветок папоротника, будет счастлив. А кто-то говорит, что это вообще нереально, потому что он никогда не цветет, этот цветок. Это то же самое, только уже далеко-далеко от той поляны, этой самой ведьминой. Так вот, посмотрите, здесь же ни одно дерево не повалено. Все стоят, и проблем нет. Почему в том лесу все деревья повалились и загнулись дугой? Почему здесь с ними все в порядке, друзья? Сколько вопросов. Очень интересных. Ну, хорошо. Я думаю, что мы с вами погуляли. Я иду домой. Я не могу сказать, что я сильно напугана, потому что первый раз испугаешься, второй раз немножко, а третий раз уже привыкнешь, наверное, так. Буду постепенно себя приучать к этим странностям. Люди опять приехали в свое любимое место с детьми смотреть на поросят. Тут целый зоопарк. И взрослым, и детям интересно посмотреть, сколько тут собралось зрителей посмотреть на маленьких поросяток. Посмотрите, только родились поросятки. Два-три дня. Два-три дня. Да. Мы были здесь на дне, но она не получила их. Знаешь, сколько у тебя есть, Пигги? Я думаю, что 9 или 10. Еще одна матка. Детки радуются. Опять такая очередь здесь в кассу. Это Lidl. Покажу то, что я купила. Ну, а на этом я с вами прощаюсь, друзья. Берегите себя. Всего вам доброго. Увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok